приветствую вас гости канала сегодня у нас добрая змея ковровый бетон морфа карамель сегодня мы поговорим про очень важный момент какие змеи у меня ну если так можно сказать любимые это вид ковровые бетоны сразу скажу сложнее содержание чем удавы полозы маисы королевские змеи капризнее чуть-чуть агрессивнее в рамках разумного но самое главное для меня их стоинство это то ради чего сделано то что находится за мной вот вся эта стена она создавалась для для вот этих вот очаровательных древесников это змеи которые живут и охотятся преимущественно на деревьях ковровый питон форма тела и достаточно утонченные потому что большой туши не так просто будет передвигаться по веткам охотиться этот вид может охотиться в пещерах передвигаясь по внимание сталактитом по верху и охотиться на летучих мышей я лично это увидел на передаче bbc это много это восхищает то есть ползать по вертикально ответственным сталактитом и при этом еще охотиться на достаточно активных летучих мышей это круто я люблю когда хищник очень крутой хищник на птицы не охотятся естественно ну когда птица допустим либо пролетает мимо либо присела то есть достаточно гибкие активные при этом ковровые питоны чем опять же не мне очень нравится у них средняя скорость императорские удавы достаточно медлительные королевские питоны они вообще практически не двигаются мейсовые полозы это как в попу ужалены они постоянно наяривают полозу королевские змеи не очень активные но кстати вонючие уже образные этих огромный минус они достаточно вонючие поэтому данный момент у меня нету ни одного мейсова ползу а ковровые питоны очень вонючие у них достаточно нечастое питание ну скажем вот эта малышка кушает раз в 2-3 недели у них средний медленный обмен веществ они очень сильные они могут свое тело держать в воздухе на достаточно скажем так не могут половину своего тела держать в воздухе то есть выпрямляясь по струнке это в них и нравится это сила это грация сопение и вот для меня было огромным удовольствием сделать такую стену по которой древолазы могли бы периодически перемещаться то есть это стена находится напротив моей кровати под контролем я выпускаю одну красотку и она начинает медленно-медленно перемещаться по этой стене я чувствую что наверно придется все таки это показать мы запускаем нашу малышку запустим по левой стороне она конечно очень прекрасно лазит по мне я думаю и доставит немало удовольствия опа сразу первую очередь зафиксироваться в одном месте пока она должна быть спокойно что она не упадет опа с мы пересаживаем на вид и вот так вот выглядит это наслаждение когда медленно никуда не спеша можно пощекотать брюшко в таком положении замаскировавшись она может сидеть достаточно долго ей комфортно она никуда не спешит недельку назад она покушала и все хорошо едет на спешить при всем при этом если бы наша такая светленькая брюшко было бы спрятана то практически змея была бы замаскирована если бы кто-то пришел бы в гости вот вот этой вот частью нижней змея была бы вот наружу вся то не факт что кто-то бы это увидел бы с первого взгляда что здесь сидит наша милашка сейчас мы будем стимулировать ее все-таки к движению прикасаясь к ней если бы мы не трогали скорее всего она бы без движения так помогла сидит очень и очень долго самое интересное это когда ты просто внимание фокусируешь на ней и она не или не спеша перемещается недовольна себя если отойти чуть подальше посмотреть целом как это выглядит можно играть в квест на эти змею я думаю